Всем привет! Добро пожаловать на урок номер 6 школы Roblox 2020. В комментариях напишите, как вам уровень звука. Выше я точно поднимать уже не буду, там будут всякие шумы. Итак, сегодняшний урок назовем так. С функциями все становится лучше. Но сначала разберем домашнее задание из пятого занятия. Помните, нужно было сделать некий шар, создать инстанс с шаром, выбрать материал неон, белый цвет, и сделать потом из него такие клоны, и из клонов собрать сердечко, которое будет в воздухе, например, висеть. Давайте посмотрим на результат. У меня, конечно, все получилось. Никаких загвоздок не было. А, была загвоздка, как выбрать... Вот наше сердечко. Давайте спрыгнем с него. Видно, что оно похоже на ту конфигурацию, которую я нарисовал. На тот чертеж. Так. Ну, давайте разберем. У меня сложность возникла, ну, точнее, я просто забыл. Как выбирать форму? Для того, чтобы все это решить, я выбрал вспомнить без чтения документации, выбрал просто любую детальку в нашем плейсе. Ну, в данном случае, вот этот парт, брик, кирпичик. Посмотрел свойства. Как же выбирается у него? Как называется свойство формы? Вот, shape. Так, ну, посрочно разбираем, быстренько. Создать инстанс. Детальки. Вы помните, что по умолчанию создается серый пластиковый кирпичик. Даем имя, но это не обязательно. Материал выбираем. Не он. Созданному инстанцу детальки сразу делаем белый цвет. Мы это проходили. Я сразу ставлю признак anchored, чтобы потом этот шарик висел в воздухе и не падал. И все клоны этого шарика, если я буду делать у них, у всех этот признак тоже будет. Кстати, очень важная вещь, про которую я, наверное, забыл сказать, потому что я писал прошло урок, с кучей дублей. И поэтому в последней версии, по-моему, не сказал. Что же за такое свойство есть у каждого объекта? Оно называется на буковку V Archivable. Не знаю, как правильно произнести по-английски. Архивировать или нет? Переводится. Что за архивировать? Вы, наверное, знаете архиваторы ZIP, WinRAR. А может быть, вы ничего и не знаете. Может быть, даже не знаете, что есть такая профессия, архиватор. Так, учет человеческой профессии. В общем, это свойство Archivable, оно разрешает делать клоны и разрешает сохранять на диск или в Roblox объекты. Если у объекта на вашем плейсе нет такого значка, то этот объект не сохранится, не будет записан файл. И, соответственно, у этого объекта нельзя сделать, из него нельзя получить клон. Давайте вот, если я раскомментирую эту строчку, сделаю. Я создал шарик, который я клонировал позже, но я этому шару запрещаю быть. Я вам запрещаю, и дальше вы вспоминаете последний мем. Я вам запрещаю клонироваться. Вот так. Форс. Давайте запустим. Сработает ли домашка или нет? Сразу включаю. Что-то у меня голос перестал. Так. Появилась ошибка. Говорит, попытка проиндектировать нил в позиции. Что это означает? Клон не сработал. В S1 не записался ни клон нашей созданной детали. И, соответственно, весь дальше код перестал работать. Давайте опять уберем эту штучку. Так. Остановим сначала тест. Так. Так. Домашнее задание. Предыдущее. Пятое. Выложено по ссылке в описании. И вообще все мои уроки, все занятия, все примеры. Там, примеры игр и так далее. Все можно скачать и в своем Роблоксе загрузить. И посмотреть. Этот урок тоже сегодня запишу. Тоже выложу. Пожалуйста. Все в описании всех уроков под моими видео. Предыдущий урок я не записывал, потому что они очень простые. Так. Все должно работать. Дальше. У создаваемого нашего шара. Объекта. Выбираем форму. Shape это форма. И убираем, чтобы он был шариком. Нам. Part Type. Ball. Здесь три варианта. Можете стереть болт. И посмотреть. Там будет еще блок. И цилиндр. Причем заметьте, что вот эти слова отличаются от тех слов, которые используются. Используются при создании новых партов. Смотрите. Part. Здесь видите, здесь по-другому. Не брик, а блок. Не бол, а сфера. Цилиндр правда совпадает. И нет вот такой штуки, как Vetch. Это клин. Так что вы не можете сами создать инстанс клина. Так уж. Так уж. Повелось в Роблоксе. Так. Окей. Ну и дальше идут простые. S. В S у нас созданный инстанс. Вот этот шарик. Причем я нашему S не присваиваю родителя в parent. Не кладу workspace. Поэтому этот шарик у нас создан, но он где-то лежит, как я называю, это ниловое пространство. Где-то в пустоте лежит. И мы теперь берем, клонируем из пустоты переменной S у нас лежит этот шарик. Делаем клон и заносим клон этого шарика в S1. Теперь мы в S1 у нас есть теперь еще один шарик. Мы этому S1 меняем позицию. Как я меняю позицию? Вот у этого шарика позиция такая по координатам по X 0, по Y 10, по Z 0. Получается 0, 10, 0. Вот у меня. Вот 0, 10, 0. Вот центральный шарик. А это чуть более левый шарик я делал. Минус 1. Минус 1, 10, 0. У этого будет 1, 10, 0. У этого будет минус 2, 9, 0. У этого будет 2, 9, 0. У этого будет минус 1, 8, 0. У этого будет 1, 8, 0. У этого будет 0, 7, 0. Ну и вот все эти строчки отличаются только этими координатами. Ну и в конце концов, каждому склонированному шарику я, конечно, присваиваю родителя в Workspace. Ставлю в Workspace, чтобы этот шарик появился. Вот и все. Такое простое домашнее задание. Давайте теперь приступим к теме нашего урока. Тема называется «С функциями все становится лучше». Так. Давайте раскомментируем заготовку. У меня есть куча уроков про функции. И в языке Луа они подходят. И в Роблоксе очень подробные, разжеванные и так далее. Можете посмотреть. У нас же ускоренный курс. Поэтому мы все сначала и все коротенько рассказываем. Чтобы создать функцию, ну помните, чтобы сделать переменную какую-то, ее нужно объявить. Пишем «Local». «Local», например, «TT». И можно сразу присвоить какое-то значение в «TT». Это переменная. Мы в нее можем сохранить какое-то значение и можем значение из нее получить. Чтобы получить значение, нужно просто написать «TT». И у нас это значение оттуда будет получено. Мы можем напечатать это значение вот так. «Print», «TT». С переменами все просто. С функциями чуть-чуть сложнее. Чтобы объявить функцию, мы должны написать «Local Function». Давайте эту я не трогаю, я просто рядышком буду писать. «Local Function». Дальше придумываем какое-нибудь имя. Причем, заметьте, красным цветом у нас выделены все ключевые слова, которые нельзя использовать как имена. Как команды можно использовать. Потому что у нас Roblox слушается только команд. Командами являются красные ключевые слова. И плюс командами могут являться ваши функции. Если вы назовете вашу функцию, ну, здесь я ее назвал «My Function». Давайте вот здесь назовем такое имя. «Фу», 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 «Фу». Кто мне запрещает так назвать? «Скобка», «Скобка», обязательно ставим крупные скобки. Эти скобки помогают и вам, как создателю игры, и самое главное, и Закулуа, и Roblox, понимать, что это функция. Все, что идет со скобочками, это функция. Означает, что функцию нужно вызвать потом. Так, в этих скобках можно ничего не писать. И обязательно нужно, здесь я перевод нажал строки, Enter, и у нас сразу Roblox подставил, Roblox Studio, подставил Enter. Все, функция у нас полностью определена. Она идеальная. Но она ничего не делает, потому что в ней пусто. Ну, давайте вернемся теперь к моей заготовке. Здесь я назвал функцию «My Func». У нее тоже есть начало «Function», есть конец «End». Здесь она начинается, здесь заканчивается. Это ее имя «My Func». Я сам придумал. В скобочках круглых я что-то указал. Я указал параметры. У каждой функции могут быть параметры. Что такое параметры? Давайте рассмотрим на примере. Вот смотрите, я сделал функцию. Давайте запустим сейчас. Видите, в этой функции есть какие-то команды «Print». Значит, в идеале мы должны увидеть в нашем окошке «Output». Я его сейчас покажу. Нажимаем здесь «Мусорный бачок». Все стерли. Вывод текстовый. Теперь, если мы запустим, мы должны вроде бы увидеть печать каких-то строчек. Давайте запускаем. Так, ничего не напечатала нам программа. А почему? Потому что функцию мы только определили. Но мы ее не запустили. Значит, у нас уже знает такую команду под названием «My Func». Внутри этого скрипта, только внутри этого скрипта робот знает. Но мы эту команду не скомандовали выполнить. Давайте скомандуем. Сначала описываем функцию всегда. После этого мы можем командовать. Можно несколько раз командовать. Например, вызвать функцию 1, 2, 3 раза. Давайте запустим и посмотрим, что же наша функция выдаст на экран. Вот я уже вижу, что у нас появились строчки. Запустили функцию «My Func». Переменные 42. Потом идет текст строка. И идет булево значение «ложь». Помните, что false. Параметры «Neal, Neal, Neal». Это значит, мы функцию ничего не передали. Давайте про параметры говорим. И это повторяется три раза. Почему три раза повторяется? Потому что мы три раза эту команду и вызвали. «My Func», «My Func», «My Func». Таких команд для нашего робота мы можем создать хоть миллион. И, конечно же, мы будем обязательно создавать. Потому что настоящую игру без функций не сделать. Что-то очень неинтересное, некрасивое можно сделать без функций. Интересное и красивое, увы, нельзя. Так, запустили функцию. Смотрим, есть у нас здесь такая. Да, вот запустили функцию, напечаталось вот это. Дальше печатаем переменные. Вы же знаете, что такое переменные. Вот у нас три переменные. Х маленькая, С маленькая, Б большое. И вот я здесь напечатал. Вот ниже смотрим. Переменные. Напечатай строку переменные. В кавычках. Напечатай значение переменной Х. Напечатай значение переменной С. Напечатай значение переменной Б. И вот у нас прекрасно напечаталось. 42, строка и фолз. А дальше я печатаю. Печатай параметры. Что за параметры? Параметры это те переменные, которые мы можем... Не те переменные, а как бы значения, которые мы можем внутри функции передать. Вот эти переменные, как вы видите, внутри функции всегда одни и те же. А вдруг мы захотим функцию вызывать с разными параметрами. Я сейчас как раз это покажу. Не буду я этот урок разбивать на два, где мы сначала функции без параметров рассматриваем, а потом с параметрами. Все сразу изучим. Все очень быстро и понятно. Ну тут есть еще одна загвоздка. Не загвоздка. Функция может что-то возвращать. Помните, когда мы делали клонирование? Так, где у нас? Клонирование. Вот, например, функция instance.new. Вот мы ей передали параметр part. Это функция, которая называется instance.new. Она принимает первый параметр, смотрит, что мы там хотим, какой инстанс сделать. Видит слово part. Она думает, ну ладно, если нам командует создать part, создадим part. И куда она его создает? Куда она его возвращает? Она его возвращает нам обратно в скрипт с помощью вот этой команды return. Здесь у меня return и стоит 0. Ну потому что это заготовка. Мы еще ничего нормального не возвращаем. Потом мы это как-то исправим. А в функции instance.new. Где-то в интернете, может быть, можно найти исходный текст старого роблокса. И там можно посмотреть, как написана вот эта функция instance.new. И там в конце, когда уже создается параметр, там написано return и какой-то вот нам instance. Какой-то, какой-то вот нам instance. Мы этот какой-то нам instance, мы его присваиваем в переменную s. Все. Эта команда, функция такая-то отработала. Она что-то сделала. В данном случае она instance сделала объект, который даже не на workspace. Он непонятно где. Ну, в пустоте пока, без родителей. И мы этот объект присвоили, занесли в переменную s. И теперь начинаем в эту s что-то еще присваивать. Какие-то ключи. А потом мы можем вызвать функцию. Тут, конечно, это выглядит очень странно. Вроде бы s это как бы переменная. Но в языке луа, в переменных, можно хранить, это как бы сложная переменная. Объект. Мы еще не проходили с вами ни таблички, ни, ну, по крайней мере, в этой серии уроков, ни объекты. Ну, вот вы видите, что в следующей строчке мы в наш s через точку в имя нашего объекта s заносим значение heart. Это сердце переводится. В материал нашего s заносим какой-то материал. И так далее, и так далее. С нашей функцией, вот с этой, так не получится. Если мы сейчас напишем, вот так, myfunc.a присвоить, например, 33, и у нас вот уже ошибка. Я вижу, да, ошибка красным цветом. Вот. Что нам тут в ошибке пишут? Попытка. В общем, найти элемент на русский язык вам. А внутри объекта myfunc. А как же мы тогда можем передать внутрь нашей простой функции какие-то значения? Вот я хочу, например, 33 внутрь. Все очень просто. Мы это значение можем записать в скобках. 33. Давайте запустим теперь наш скрипт. И посмотрим еще раз на наш код. И то, что нам напечатают в аутпуте. Смотрим на наш код. Function. Param1, Param2, Param3. Так и смотрим. Вот. При первом вызове, видите, я два раза вызвал. Поэтому у меня вот эти строчки повторяются два раза. В первых строчках написано параметры 33. А при втором вызове, вот при вот этом втором вызове 15-й строчке, параметры nil, nil, nil. Это означает, что я в скобках ничего не написал. Помните, я говорил, что если в переменной ничего нет, ну, в данном случае, если в параметре ничего нет, если мы попробуем напечатать какую-нибудь переменную, например, вот давайте c. Давайте напечатаем переменную c. Вот так. У нас тоже этой переменной нигде нет. Печатаем. И смотрим, что нам печатает. Так. Ну и вот видно, что уже изменения я вижу. Напечатала. Напечатала 42, строка, false и nil. Вместо значения c нам напечатали nil. Стоит мне здесь написать, например, вот такую вещь. local c присвоить минус 23. То у нас уже вместо nil, уже, ну, как бы мы уже внутри этой функции объявили переменную. И у нее уже есть значение. И мы видим, что вот нам печатают честно. 42 строка, false, минус 23. Отлично. То же самое происходит с параметрами. Параметры я могу называть тоже любыми названиями, как и переменные. Но, как бы, если вы назвали уже параметр вот так, то так лучше не делать. Потому что мы как бы создаем переменную с названием таким же, какой у нас есть уже в параметре. Парам 1. И у нас наш язык лор, Roblox ваш, он будет игнорировать то, что мы передали в парам. Потому что, видите, мы уже в пятой строчке забываем про этот парам, создаем переменную с таким названием и туда записываем какое-то значение. Так что этот параметр будет теряться. Это ошибка. Вот так делать. В данном случае. Так. Ну, в общем, а если мы хотим передать второе значение? Давайте 33. Сейчас передаем 34. Передаем, например, какой-нибудь текст. Привет. I. С социальным знаком. А здесь передадим, например, RRR. Текст. Здесь Истину. А здесь передадим, например, 45. Давайте запустим наши функции. Мы дважды одну и ту же функцию, myFunk, которую я назвал, запустили два раза. И смотрим на вывод. Первые три строчки, это первый вывод. Видите, первые две строки не отличаются. Они выводят одни и те же значения, которые у нас не меняются. Переменные у нас не меняются. Вот поэтому эта строчка всегда выводит при любом вызове нашей функции, всегда выводится одно и то же. Но, так как мы функцию вызываем сначала вот с этими значениями, и вот эти три значения, они как бы переносятся в эти переменные. Можно вот так даже рассмотреть. Эти парам, как будто бы они объявляются вот так. Local. Как будто появляются переменные, и в них подставляются значения, которые поставили сюда, 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 при вызове функции. Кстати, я вам не говорил, можно объявлять переменные вот так, через запятую. если мы хотим в них присвоить какие-то значения, так, давайте я название изменю. FFF, FFF, если мы хотим в них что-то занести сразу в три, мы просто пишем вот так. 2, 3, запятая, например, текст какой-то, FFF. В результате это называется множественное присваивание. Двойка попадет сюда, тройка попадет в эту переменную, и текст в кавычках попадет в эту переменную. Окей. Так, давайте я закомментирую, чтобы эта строчка была невидима, чтобы она не выполнялась. Ну, для нас, как памятка, пусть остается. Так. Давайте этот C тоже уберем. Нам уже не нужен. Параметры. Мы поняли, что функции можно вызывать с разными параметрами. Так, но у нас еще остался нерассмотренный результат. Ну, давайте допустим, что у нас будет так, два, давайте так, десять, один, два, здесь тоже числа, напишем, здесь будет двадцать, капитая, два, и здесь будет, например, один. Так, теперь я знаю, что в наши параметры попадут только числа. Точнее, как знаю, я сам с собой договорился. Давайте эти переменные сотрем. Вы уже все понимаете. Нам переменные здесь не нужны. Хотя, нет, возвращая назад, давайте пусть у нас будет переменная x останется. Мы ее печатать не будем. мы ей будем пользоваться. Так, давайте-ка сделаем так, чтобы эта функция myFunk, она складывала первые два элемента и потом сумму этих первых двух параметров она делила на значение, которое мы передаем в третьем параметре. Итак, x присвоить парам 1 плюс парам 2. Окей. И в x же присваиваем то, что у нас сейчас находится в x, но разделенное на парам 3. И теперь вместо return делаем вернуть x. Мы, конечно, можем это все в одну строчку и даже не используя переменную написать. Так, ребята, кстати, после ретурна нельзя до конца блока никакие команды использовать. Если я сейчас раскомментирую вот эту вот штучку, у меня эти красным цветом подчеркнулось. Потому что, когда функция работает, она работает, если у нас ретурн отсутствует, такая строчка, то у нас функция дорабатывает до конца и завершает свою работу. Если у нас где-то есть ретурн, где-то он встречается, то наша функция заканчивает свою работу на этой строчке и возвращает значение, которое она здесь посчитала. Мы можем, кстати, возвращать несколько значений на х, какой-нибудь 2, потом х умноженное на 3. Пожалуйста, нам никто не мешает так делать. Давайте я пока это закомментирую, но покажу тем не менее. Так, убираем ошибочную строчку. Запомнили, что после ретурна ничего быть не может. Только end может стоять. Здесь, конечно, мы еще на следующих уроках пройдем. Условия ветвления. Ретурн может стоять где-то внутри каких-то условий или циклов. Так, но сейчас никаких ошибок мы не видим на экране. И давайте запустим. К сожалению, на экране, кроме вот этих строчек, я ничего не увидел. А где же наши вычисленные значения? Где 10 плюс 1 и потом разделенное на 2? Где 20 плюс 2 и разделенное на 1? Дело в том, что они теряются. Эти значения. Мы вызвали функцию. Это как будто бы мы... Давайте вернемся к нашим клонам собачек и так далее. Или не собачек, инстанс. Мы создали инстанс и когда мы ему не сделали никакого родителя, это значение... А, никуда не присвоили ни в какую переменную. Все это потерялось. Можно присвоить переменную. Давайте local cc присвоить. И давайте сразу напечатаем. print cc Как вы поняли, функция вызывается. В нее передаются три параметра. Вот они. Что-то вычисляется и результат, который функция нам посчитала, он возвращается вот отсюда. Здесь результат и он с помощью присваивания присваивается в какую-то переменную. Теперь мы командой print печатаем результат. А здесь давайте сразу напишем. И вот так сделаем. Print и без всякой переменной. Сразу сюда. Из-за функции. Что здесь произойдет? Здесь вы поняли. Здесь по очереди строчки выполняются. А здесь сначала вычисляется то, что в скобках. У нас наш роблокс видит, что команда print. что-то надо напечатать в скобках. Поэтому у нас сначала идет вычисление то, что в скобках происходит. А здесь наш роблокс дальше видит. О, а здесь какая-то команда тоже со скобками. Функция будет вызываться. Ну ладно, тогда мы сначала посмотрим, что здесь. Он видит параметры. Параметры передаются внутрь нашей функции. Функция начинает запускаться, выполняться посрочно. Раз, два, три, четыре, пять. Возвращает какое-то значение. И это возвращенное значение подставляется сюда, в эти скобки и печатается. Я еще раз говорю, что у меня подробных уроков про функции очень много. Не знаю, четыре, пять, может больше. Если хотите, посмотрите на этом канале. Так. Окей. Посчитали. Пять с половиной получилось все правильно. И 20 плюс два разделить на один получается 22. Я очень доволен. все. Считайте, что функции мы прошли. И как это просто. Давайте теперь это я закомментирую. И теперь тема нашего урока с функциями все просто. Давайте закрасим радугу. Как можно с функцией это вот все сделать, чтобы было просто. Это очень просто. Давайте этот скрипт превратим в функцию. так. А, не ковр? А, да, да. Я хотел написать makeRainbow. Но если сделать радугу, тогда нужно делать какие-то инстансы, чтобы лучи сначала сделались. А тут у нас получается мы будем передавать какую-то радугу. Я назвал так параметр. так. И не забываем. Так. Все нормально. Извините. Долго пишу урок. Проверил все ли там пишется нормально. Так. and Что-то я не помню. Горячие кнопки есть. Как автоматически отформатировать красиво наш текст. Так, давайте я уменьшу. Здесь не так важно. Вы уже видели решение этой домашки. Так. Теперь я заменяю вот так. Вот так. Кто-нибудь уже понял, что я собираюсь сделать? Теперь с помощью этой функции можно раскрасить любую радугу. Целую кучу радуг. Так. Например, смотрите. Давайте я склонирую правая кнопка duplicate или именовываю. Я сделал третью радугу на рабочем столе. Давайте я ее сейчас пододвину. Так. Радуга пусть будет где-то вот здесь. Ок. Это радуга 3. Давайте ее разместим здесь. Мы ее все равно же увидим, правильно? Так. Отлично. И давайте с помощью моей функции покрасим. Так, ребята, я здесь стер седьмой луч. Ошибка. Седьмой луч. Так. И если мы сейчас все запустим, то радуги будут не раскрашены. И домашка предыдущая тоже скопирует не раскрашенные цвета радуги. Все будет очень уныло и печально. Давайте посмотрим. Сейчас радуга раскрасилась в синий цвет. Ну, какой здесь был. Сюда. Так. Что же нам сделать? Я же уже сделал классную функцию называется Раскрась радугу. Ее нужно теперь вызвать. Давайте вызовем эту функцию и укажем ей лимит. Лимит. Workspace. Сначала укажем радугу 1. Rainbow. Давайте посмотрим, сработает наша функция. Вы можете стоп-кадр сделать и посмотреть, как работает. Да, вот она сразу раскрасила. Отлично. А это уже красится из скрипта из моей домашней работы. Мы еще доберемся до этого скрипта. Так. Ну, давайте сразу новую радугу раскрасим. Нам не нужно повторять вот эти все строчки. Мы просто еще раз команду нашу вызываем, которую мы сейчас сделали. Функцию. Раскрась радугу. И указываем Rainbow. Three. Все. Мы можем и вторую вообще-то раскрасить сразу же. Ну, зачем? Она у нас раскрашивается задом наперед. Вот уже видно, что и первая и третья раскрашены. Причем раскрашены в одном порядке. Красный, красный, оранжевый и так далее. Супер. Мне теперь кажется, что с функцией стало все лучше. потому что мы смогли с помощью одного и того же кода раскрасить сразу две радуги. Если мы сделаем модули, посмотрите, у меня есть урок про модули, это немножко продвинутая, мы сможем эту функцию сделать, раскрасть радугу и ее распространять как модуль. И мы ее сможем запускать из любого скрипта. Нам не нужно будет вот этот текст копировать в каждый скрипт, мы сможем его импортировать. Ну, урок уже записан, он продвинутый, довольно короткий про модули, можете посмотреть. Так, давайте теперь переходим дальше. Что у нас есть еще? Какие скрипты? Красим, радугу сделали, готовим домашку четыре. Так, что можно здесь сделать? Во! Отлично! Извините, что уменьшаю. наш скрипт из четвертой домашки он закреплял лучи радуги, потом цвета из второй радуги в первую радугу копировал и потом размещал вторую радугу над первой. Сразу делаем end пишу и сразу пишем здесь function. Я назову магия волшебная радуга. А! Две радуги rainbows. Так, первую я назову радугу так, у меня уже здесь есть просто переменные r2, r1, r2. Отлично! r1, r2. Все! И нам никто не мешает иметь переменные с названием r1, r2, в скрипте и иметь параметр. Это никак не пересекается. Единственное, что внутри функции, ну, про это у меня тоже есть урок про область видимости, но мы до этого еще дойдем. Так, в идеале, конечно, весь текст нужно вот так вот сдвинуть, чтобы вы видели, вот здесь начало функции идет, я нажимаю табуляцию, так, Да! Здесь можно выделить весь текст, так, сейчас выделю весь текст, до сюда, нажимаю табуляцию, и все, он сдвинулся вправо. Так, все отлично, но теперь, так, делаю собачек толстыми, это нам не нужно, закомментировали в этой домашке. Так, теперь нам нужно как-то вызвать специально переменовываю переменной, чтобы вы не запутались, хотя работало бы и без переименования. функция у меня уже описана, код я не менял, потому что у меня переменные остались те же самые. Давайте я запущу и сейчас посмотрим. Видите, я функцию не запускаю, волшебная радуга, которая раскрашивает вторую радугу и что-то перемещает. Так, ну, видно, раз я не закрепил лучи, не вызвал ту радугу, то ничего не сработало, ничего не получилось. Печально. Кстати, смотрите, на этом сердечке наш аватар выглядит как Сон Гоку или какой-нибудь там король-обезьян, который на облачке летал. Смотрели Dragon Balls? Если да, то ставим лайк. Так, что же делать? Надо просто запустить нашу функцию. Я ее назвал так, первое и и у нас два параметра. Вот, кстати, нам сразу Роблокс подсказывает, он знает, что я функцию где-то описал, он говорит, вот у нас есть первый параметр R1, R2. Давайте сюда радугу 1, RAD1 подставим и RAD2. Тут никакой магии сейчас не будет, сейчас будет просто выполнение моей домашки. Ничего интересного. Давайте отлично. давайте сделаем такую магию. Переменные здесь набраны, а давайте я сделаю вот так, чтобы после того, как первая функция выполнится, чтобы мы вместо первой радуги подставим сюда вторую и подставим сюда третью радугу. Я могу конечно четвертую создать радугу, но зачем у меня уже создана Rainbow3. Как вы думаете, что у нас теперь получится. Мы третью радугу сразу красим другой функцией. Сейчас ждем первая функция выполнится. Теперь начинается вторая функция. Отлично. Я хочу еще раз посмотреть. я не заметил момент перекрашивания. Наша функция давайте посмотрим. Функция она должна перекрасить задом наперед. А здесь у нас с красного начинается луча. Так. Что-то быстро произошло. Ну видно, что она опять задом наперед. Она брала цвет седьмого луча, делала первый. Мы можем такую елочку огромного размера построить. Сколько бы у нас радуг не было. И вы видите, как здорово. В нашей функции вот здесь есть такое поле, где мы позиции выстраиваем. Размещаем один на другим лучом. Так что у нас как бы ни были разбросаны радуги по нашему плейсу, они все будут упорядоченно выстраиваться. подумайте какую игровую механику можно с этим сделать. Так, ну вроде бы все. Или у нас пятая домашка осталась. Как можно упростить пятой домашки? Можно сделать простую функцию. Вот она. Нам переменная S1 особо не нужна, но мы можем вот как сделать. Скупируем код. к сожалению instance но instance тоже можно функцией. давайте я сделаю кто нам мешает. Так. Function Ух ты, я увидел новую классную штучку. Смотрите, я с ошибкой написал Function а Roblox уже видит, он проверяет, что даже если вы с какой-то ошибкой, ну хотя бы одну букву неправильно, он все равно вам подскажет классное, ну точнее классное правильное слово, которое нужно сказать. Function May Так, Create я просто придумываю название. Так, ну давайте здесь тоже Local напишем. Хорошая практика, всегда Local писать. Create по-английски на русский переводится создай. Создай что? Create Ball создай шар Create Neon Окей. Hit Neon Ball Так, и вот здесь нужно в конце сделать Return возвращаем S и End End Функция создана, но у нас ничего не делает, потому что мы ее не вызвали. Давайте теперь сделаем Local S присвоить. Итак, у нас вызовется функция создай неоновый шар и вернет с помощью Return уже созданный шар. Переменную мы внутри функции явили. Так что она только внутри функции живет. Когда функция у нас завершается, переменная стирается. Она видна только внутри функции. Между вот этим словами Function и End. Итак, в S у нас все есть. Если мы сейчас запустим наш скрипт, все сработает. Давайте запустим. Я проверю. Руки ошибку будет сделать. Сердечко должно появиться из шаров. И я дальше продолжу. Да, сердечко есть. Останавливаем. Давайте пишем дальше. Если что-то непонятно, просто нажимаете Stop Стоп Кран. Так. И теперь сделаем функцию, которая будет размещать шар. Будет его клонировать и размещать. Так. Я еще не придумал название. Put положи шар и по каким-то координатам. x, y, z. x, y, z. И вот здесь напишем end. Давайте переменную назову b, чтобы вы тоже не путались. Хотя можно оставить то же самое. Что же у нас происходит? У нас наша функция использует переменную, которая была до описания функции. Так можно делать. если до нашей функции какую-то переменную определили, то внутри нашей функции мы можем ее использовать. И в данном случае мы ее используем. Мы из нее клонируем. Клонируем шар. Помещаем наш склонированный шар новый в переменную b. Устанавливаем какую-то позицию. Устанавливаем родителя workspace. Помните, workspace и gain workspace одно и то же. Пусть вот так будет, например. Так, вместо вот этих координат, которые я здесь мучился вручную забивал, я здесь поставлю параметры. Так что если теперь мы функцию передадим вот эти числа, которые я передавал, она клонирует шар, наша функция, сразу размещает его по заданным координатам и дает родителя нашему шару и шар появляется. Так, ну и все, теперь можно создавать шары одной строчкой. Я сам не верю, что так получается, но получается. Так, эти workspace я еще сотру. бывает, что над вашей игрой работает целая команда и у вас например есть какой-нибудь умный член команды, который пишет все функции. Вам же не нужно знать, как функция работает, вот это putball. Вам просто человек написал и сказал так, что у меня x подчеркнут, что он не ругает. рассчитываю странно. Все должно работать. Так, ожидает, а, ну или может быть просто пробел не нужно. Иногда, знаете, иногда Roblox Studio подчеркивает и показывает ошибки, где их нет. Отлично. Давайте запустим. Если сердечко у нас нарисовалось, то это конец урока. нет, ничего не нарисовалось. конечно же, наверное, не зря подчеркивал Roblox. Так, окошко показывает. Рассчитывал закрытую скобку. А, я слово function забыл. Помните, чтобы объявить функцию, нужно написать function. Все, все подчеркивания исчезли. Все отлично. насколько короче у нас получился скрипт. Все, облачко появилось. Теперь домашка. Домашку я вам не буду прописывать. Я покажу ее так. Измените вот эту функцию create bold, чтобы можно было в параметре задавать материал и цвет. И чтобы у вас эта функция create neon bold, скобочка, конечно, вы должны указывать материал цвет, чтобы она создавала нужный шар. И потом мы этим шаром все планируем. И подумайте, какие еще параметры можно сделать, добавить для putbol. Сюда. Можно ли что-то еще интересное добавить в эту функцию putbol. Вот такое еще более простое задание. Домашнее. У нас в следующих занятиях у нас потихоньку все меньше и меньше будет домашек. Так. Ну все. На этом мы заканчиваем занятия. Шлем донаты, нажимаем колокольчик на канале, чтобы вы видели премьеры и стримы. И просто задаем вопросы в комментариях. А самое главное начинайте делать свои игры. У вас все получится.